Всем привет! Меня зовут Ангелина Тимми. Добро пожаловать на мой канал. Я только что вышла из душа, конечно же, да? И сегодня мы с вами проведем волосяной эксперимент. А все потому, что я уже, знаете, довольно часто встречаю такую информацию, что якобы не важно, какую маску ты покупаешь, а важно, как ты ее наносишь. И я, как любитель масок, конечно же, не могла пройти мимо. Но давайте скажу так, что я ожидаю данного эксперимента. Честно, я не до конца в это верю. Я считаю все-таки, что от консистенции, да, все, что там есть, это очень важно. Важно наносить. Я знаю тех, кто наносит очень много продуктов, в этом не всегда есть вообще смысл. Нет такого, что тем больше, тем лучше, да? Главное подобрать нужную маску для именно твоих волос, потому что это вообще разные-разные моментики. Перед началом хочу вам сказать, что у меня прямые волосы, да, длинные уже, конечно же, и, знаете, сам по себе волос тонкий. Это очень важно, потому что я думаю, все-таки, если у вас какие-то такие кучерявые, да, пористые, возможно, этот метод будет немножечко интереснее для вас. Но как бы окей. Давайте начнем. Для чистоты эксперимента я разделю свои hair на две части, да, одну часть мы просто нанесем. О, Господи, что по-ровному пробор? Это что? Это мои baby hair, которые всегда и везде. Сегодня я буду с вами использовать вот такую маску. Я уже снимала видео на эту маску. Это у нас Estelle восстановление питания. Быстро скажу, да, возможно, вы часто могли увидеть в каких-то волосистых группах там ВКонтакте или еще где-то. Мне нравится данная маска. У нее стоимость уже, конечно, такая. 13 долларов, где-то 15, где-то, ну, то есть, как бы, как найдете, да? Но давайте начнем, что здесь у нас 500 миллилитров, то есть, пол-литра, не бальзама, прошу учесть, да, а маски. Это много чего значит. Она у нас защитный моментик есть. И хочу вам сказать, что она, видите, ну, очень густая сметана. Я тестировала нормально. Я ее не использовала долго. Сейчас хочу уже начать использовать, потому что, мне кажется, мои волосики этого хотят. Предлагаю начать. В чем суть? Мы будем использовать одну маску, но, да, нанесение у нас будет разное. Мы, ну, сколько сейчас у меня здесь? Одинаковое количество волос, да, одинаковое. С вами, допустим, левую часть будем наносить и делать то, что нам говорят. Я вам покажу. А правую мы просто нанесем и как бы все. Давайте же начнем. Так, давайте начнем с правой. Хочу вам показать, смотрите, насколько густая маска. Видите, вообще, вот, это очень много значит, потому что густые маски у нас и так редкий моментик. Но, конечно же, проф маски, а я считаю, все-таки эстель это проф, это не какой-то лакшери, виладж, там, проф, но это реально хороший проф. И нужно понять, что многим, да, эстель заходит, многие салоны используют. Поэтому, как бы, вот, давайте мы нанесем. Я наношу где-то вот так, да. Потом, когда я смываю, я все равно немножечко иду вверх. Вообще, правило, не дай бог, выше, чем ваши ушки. Давайте начнем. Три-ты-ты-ты-ты-ты. Наносим обычно, да, вы видите, я ничего не разделяю. Просто я очищаю, когда уже все или когда еще нужно добавить. И, конечно же, еще добавляем. Оп-оп-оп. Запоминаем, моя правая часть нанесена просто вот так. Давайте по кончикам пройдемся. Прям очень много, я смотрю, людей говорят, что вот, самое главное, да, нанести правильно, а что и как. Опять же, конечно, если это какой-то кудрявый метод, если у вас какие-то там замороченные волосы, возможно, и то, я уверена, что очень много зависит. От именно самой маски либо бальзама. Видите, что у меня есть? Далее, да, поинтереснее будет так. Все. Поехали. Работаем, девочки. Сначала так. У меня реально отросли волосы. Я уже задумываюсь о том, чтобы их подстричь. Потому что, знаете, если вы хотите отрастить волосы, вам тоже их нужно стричь. Потому что я уже вижу, что пробор не ровный, пробор, кончики не ровные, а я люблю ровные. И это, ну, волосы падают нормально, нормально. Что еще хотела сказать? Ну, короче, нужно. Я смотрю, к кому пойти сейчас. Вы видите, да, одинаковые действия были совершены. Далее мы берем нашу расческу. Кстати, я про свою вот эту вот последнюю расческу, которую покупала, мало что рассказывала. Хочу сказать, что от расчески так же много чего вообще зависит, да. Потому что... Давайте я начну. Ну, начинаем всегда, чтобы это не было, с кончиков. Тяжело, тяжело. Тем более вот такие вот два полосы. Но, как бы, как нам говорят, так мы и делаем. Я вообще не понимаю, как бережно их. Потому что, ну... Ну, допустим, хорошо. Тянуть-то тоже не хочется. В чем смысл тогда? Ладно, по чуть-чуть как смогу. Ну, так вот. В чем суть? Расческа классная. Я вам советую купить одну расческу, дорогую. А я считаю, что эти расчески дорогие, да. Не то, что, как бы... И вообще посмотреть разницу, понять. Знаете, не нужно ожидать, что вы купите какую-то там расческу, и сразу же волосы будут супер-мега-идеальны. Это просто меньше, знаете, вы травмируете ваши хейр. Но, как бы, суть-то... Этой расческой можно расчесывать мокрые волосы. Ну, окей. Этот процесс, конечно, подольше. Не могу сказать, что он мне нравится. Так. Так. Если вы вообще не понимаете, что здесь происходит, то я вам еще раз напомню. Большое количество девушек говорят, что в зависимости от нанесения маски влияет, короче, на итог. Что не сама маска важна, да, а именно. Поэтому мы правую часть моих волос просто нанесли маску, ничего не делаем. А эту мы должны расчесывать, что якобы так будет лучше. Ну, короче, понятно. Как я проверю этот моментик, да? Просто, просто. Я посмотрю в итоге. Волосы падают, конечно же. Посмотрю в итоге. Какая сторона будет лучше? Потому что один шампунь, да, одни и те же волосы. Буду держать столько... Короче, одинаково буду держать. Ничего не меняется, кроме как, что я одну сторону расчешу, другую нет. Господи помилуй. Могу вам сказать, что такой способ, как я уже говорила, может подойти к удряшкам, да, потому что, ну, если у вас кудравые волосы, представьте, что у вас так, наверное, не получится. Либо там какие-то другие. Все, я расчесала уже, смотрите. Это было не так легко, но ладно. И предлагаю, кстати, нехило так волосы, этого расчесывания у меня упало, поэтому уже, ну, ну, предлагаю вам оставить, да, на 10 минут. Потом я смою и покажу, есть ли смысл, либо нет, да. Конечно, я такая не накрышенная вся, но кому сейчас легко. Все, мои хорошие, 10 минут смываем фенчиком, конечно же, и посмотрим на результат. Смотрим результат. Сторона, где мы расчесывали наши волосы, да, как-то так, и сторона, где мы просто нанесли и ничего не делали. Вы видите какой-то результат? Потому что я нет. В любом случае, девочки, да, это был такой вот эксперимент. Хочу вам сказать, что это зависит от структуры волос. Если у вас, как я уже говорила, кудрявые волосы, да, ну, там немножко другой моментик, не как в моем случае. Но если у вас прямые волосы, в принципе, какие-то дополнительные травматические моменты, я думаю, не стоит делать. А расчесывание, когда у вас, ну, не влажные волосы, а реально мокрые, а это такой моментик, знаете, немножечко интересный. И, возможно, если кому-то именно кудрявым он нужен, потому что по-другому никак, да, девочкам, у кого ровные волосы, как у меня, либо даже немного волнистый, я не считаю, что это надо. Мне кажется, знаете, да, в этом какой-то смысл есть, потому что, по сути, каждый волос, да, пропитывается маской. Но с другой стороны, вот как в моем случае, вот это вот механическое какое-то моментик, воздействие, которое, ну, как сказать, мне кажется, больше, знаете, вреда, вот это вот мокрые волосы расчесываешь, чем пользы. Поэтому смотрите сами, решайте сами. У меня вот такие вот волосы, да, маска, конечно, хорошая, видите, блеск, он есть. Как вам? Кончики, хочу вам показать кончики, сказать, что я и хочу. Немножечко, угу, смотрите, видите, срез неровный, где-то вот так, минимум, а лучше, ну, даже лучше вот так. Я бы хотела, чтобы был красивый срез. Ну, а пока имеем, что имеем. На этом все, мои хорошие, от вас комментарии, отла и лайк, от меня просто, конечно же, улыбка. Спасибо за просмотр видео, подписывайтесь на мой канал, всем пока.